Владимир, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы молодой человек, почему вас так сильно беспокоит проблема воспитания молодежи в связи с тем, чем вы занимаетесь на сегодняшний день? Я из этого сделала такой вывод. Во-первых, я планирую продолжать жить. Ну, пока что есть такой шанс, что я буду продолжать жить. И когда мне там будет еще через 10 лет, там сколько-то, мне сейчас 34, да, будет 44, а то и 54 через 20. Вот эта вот та молодежь, которая сейчас, она растет, да, они вырастут и будет непонятно, какие у них в голове ценности. Они, ну, то есть мне сейчас страшновато ходить по вечерам в парке. А что будет через 20 лет, мне даже страшно представить, если ничего не поменять. Поэтому, ну, вот моя личная, скажем так, мотивация по этому поводу вот такая, что мне страшно будет ходить через 20 лет по улицам, если я ничего не буду с этим делать. И второе, все-таки я надеюсь, что у нас с женой будут дети, так или иначе, рано или поздно. И чтобы они жили в здоровом обществе, чтобы вообще молодежь у нас развивалась в здоровом обществе, в нравственном и трезвом. На самом деле конфликт отцов и детей, то есть конфликт поколений, он ведь не нов. Он не родился в 20-м, в 21-м веке. Там, не знаю, люди, которые жили и в 18-м, и в 17-м, и в 19-м веках. Их пугало новое поколение, оно всегда отличалось от тех, которые уже, в общем-то, считали себя зрелыми людьми. По вашему мнению, чем пугает нынешнее поколение и какие могут быть негативные явления, которые вот, ну, двигают их по этому, может быть, по вашему мнению, неправильными такие? Ну, я вижу результат развития предыдущих поколений. Ну, те ребята, которые, ну, мои сверстники, наверное, да, которые, ну, пошли по тому, по обычному, скажем так, пути, которые, ну, не начали развиваться, а просто, ну, по накатанной, то у меня очень много из, ну, из одной из школ, в которых я учился, я в нескольких школах учился, и прям много алкоголиков, ну, прям спившихся людей, некоторые умерли. И люди, можно проследить, то есть, что происходит с теми людьми, которые принимают, ну, стандартные ценности, это, точнее, даже их отсутствие, то есть алкоголь, табак, просто не задумываясь, употребляют это все, и все. И они просто спиваются, и у них жизнь превращается в такую, пришел, проснулся, пошел на работу, есть у меня такой товарищ, он по сменам работает, пошел на работу, смену отработал, вернулся, проспал, потом на ночь в ночной клуб отоспался, потом опять на смену на завод. И вот так вся жизнь. День сурка. День сурка. И, если честно, не хочется, чтобы мои дети так же делали, и вообще в обществе у нас такой образ жизни процветал. Ну, вы знаете, вот у вас такое, ну, с одной стороны, очень правильное отношение к вот этим всяким негативным явлениям, да, которые вредят и нашему здоровью, и нашему развитию, это и алкоголь, и наркотики, там, и табак, это все правильно. Но вот как донести до молодежи, которая вот в этом возрасте, особенно в подростковом, они не принимают то, что говорят им взрослые, они считают, что они знают все лучше, и в их жизни будет все не так, как вы им рассказываете. Как вы до них, вот достучаться-то до них, как вам это удается или не удается? Есть несколько уровней, когда-то удается, когда-то не удается. И вся эта тема, ну, во всяком случае, про алкоголь, табак и другие наркотики я могу сказать точно, что первое, что наркомания любая, алкогольная, там, табачная или какая-то другая, более тяжелая. В зависимости? Наркомания, я это так называю, да? Хорошо. Ну, алкоголь – это наркотики и табак тоже, никотин. Поэтому любая из этих наркоманий, она начинается не с первой выпитой стопки, а с первой увиденной. А когда она увидена? Она бывает увидена в три года. То есть в три года человек маленький, вот такой, увидел алкогольную программу праздника, когда в Новый год родители употребляют шампанское. Поэтому, когда они употребляют, ему уже, там, семь лет, предположим, он говорит, а мне? Они ему говорят, ты чего, ты еще маленький. И тут вторая программа, чтобы стать взрослым, вот признак взрослости. И это начинает наслаиваться. И он начинает уже мечтать о том, что скоро ему… Я вот в свое время тоже, мне родители говорили, вот будет тебе 16, будешь курить официально. Я прям ждал, что мне будет 16 и начну курить официально. А до этого во сколько начали курить? Я не помню, мне кажется, в классе в седьмом. А сейчас? А сейчас я, конечно же, не курю. Я перестал употреблять алкоголь. В 2010-м посмотрел Владимира Георгиевича Жданова лекцию, там, на четырехчасовой… Ну, это уникальная, действительно, уникальные лекции. Да. Вот я его посмотрел, и ровно спустя год, ну, почти через год, перестал употреблять сигареты. То есть есть такая тема, что культурно употреблять наркотик, алкоголь – это наркотик по ГОСТу 18372, ГОСТ 72-го года, алкоголь – это вещество наркотическое. По большой советской энциклопедии – это тоже вещество наркотическое. Употреблять культурно наркотик – это, как минимум, ну, странно. Это вот все равно, что, знаете, я надеюсь, вы так не делаете, но вот бить себя головой молотком по голове. Вот можно по праздникам, да, вот бьете головой, ну, молотком по голове, ну, наверное, нет. И культурно это делать тоже странно. Вот то же самое, употреблять наркотик по праздникам, ну, зачем? То есть есть вредное вещество, которое относится к четвертому классу опасности. Ну, очевидно, что его не нужно употреблять внутрь, на нем написано «внешнего, наружнего применения». А скажите, нет, вот вы мне сейчас хорошо, мы с вами сидим, разговариваем два взрослых здравомыслящих человека, которые, в принципе, понимают и химию, и физику, и все остальное, что с нами происходит в организме, мы это все прекрасно понимаем. Чем это грозит? Как рассказать об этом подростку? Как сказать, что вот то, что ты там вот шампанского хлебнул, а это яд? Ага, я с этого начал, но не закончил, да. Да, вот про родителей, то есть первый этап – это родители. Родители сами должны быть трезвые, это на этапе воспитания. Но есть друзья! Сейчас, сейчас, да, вот я начинаю. Есть родители, на которых ребенок, ну, по идее, должен ориентироваться. И он для них пример. То есть мои родители не пьют, точка. Никогда, даже в Новый год, даже шампанское, вот совсем-совсем никогда. Это пункт номер один. Второе – это дальше у нас включается влияние внешней, окружающей среды. И вот тут вот интересно. Возникают те, так называемые, друзья, которые будут тащить нас вниз. И вопрос, есть ли у него информация правильная о том, что все-таки алкоголь – это не пищевой продукт. И мы, ну, у нас получилось снять такие фильмы, фильмы, которые мы показываем в школах. И они, ну, в достаточно легкой форме, как бы не навязывая эту идею, просто, ну, показывают, ну, такое мнение, что алкоголь вообще не пищевой продукт. Что есть манипуляция. И мы рассматриваем конкретные манипуляции, которые направлены на то, чтобы втянуть молодежь в это алкогольное потребление. То есть есть, ну, реально, есть же там производители алкоголя, которые хотят, чтобы, ну, молодежь больше… Ну, они же заинтересованы, это же их бизнес. Заинтересованы, экономика, да. То есть я не против экономики, но против алкогольной экономики, так скажем. Поэтому, ну, наши материалы направлены, ну, на прямо противоположное. Разбить эти алкогольные мифы о том, что… Алкоголь – это круто. Меру употреблять – это модно, да, алкоголь – это круто, очень полезно. Вино, там, вино можно употреблять, оно там кучу полезных веществ содержит. Ну, вот этот вот весь бред мы развеиваем просто в пух и прах. Вот скажите, а обратная связь есть? Вот пришли вы в школу, сидят там подростки такие. Ну, ну, давай рассказывай нам. Что тут нам новое расскажешь? Показали вы мы этот фильм. У вас своя четкая позиция. Вы четко все понимаете про себя, про свое окружение. Про то, что этого делать нельзя. Они-то этого не понимают. Ну, посмотрели они этот фильм. И еще пообсуждали там где-то. К вам подходит, когда с какими-то и говорят, слушайте, а мы хотим вот узнать еще чего-нибудь. Вот это правда, вот то, что вы нам сейчас рассказали. Фильмов много всяких. Не только как бы против, но и за. Вот вчера я в одной из школ Череповца провел пятое занятие. Ну, там у нас была серия из пяти занятий. И очень хорошо, когда строится так, что я в одном классе могу провести пять занятий пять недель подряд. То есть цикл такой. Да, цикл. И за это время они ко мне настолько привыкают, ну, формируется доверие. И в конце вот мы спускались. Я говорю, ну, вот у нас сегодня последнее, по лестнице спускались. Я говорю, вот у нас сегодня последнее занятие было. Они, ууу, как жаль. И мы с ними еще стояли минут пятнадцать, наверное, разговаривали в режиме вопрос и ответ. А как вот это, а как вот это, а как вот это. А что больше спрашивают? Они очень хорошо воспринимают. Во-первых, ну, почему-то у нас речь зашла о критике. То есть хорошо критика или плохо. Ну, вот конкретно вот вчера это было так. Мы разговаривали о критике. Критика это хорошо или критика это плохо? Но мы решили, что критика это не очень хорошо. Ну, так. Почему? Конструктивная критика, почему нет? Конструктивная критика, вот если мы сейчас с вами разговариваем, вы начинаете меня критиковать, я рядом сижу, то это норм. И тут нужно, есть два вопроса, на которые нужно ответить, чтобы критика стала хорошей. Это будет ли вам это полезно? И будет ли мне это полезно? То есть вот сидим мы с вами, это должно принести пользу и вам, и мне. А если принесет пользу критика только вам или принесет пользу критика только мне, ну значит эта критика не очень я могу высказать свое субъективное мнение я имею уже на него право а ваше уже право принимать его к себе или не принимать те циклы которые вы проводите в школах вот на ваш взгляд они как-то меняют ребят с которыми вам приходится общаться которым вы приходите вы видите какой-то результат своей работы вот за даже пусть за эти пять занятий прям вижу да дети они во первых у многих из детей там есть несколько результатов во первых многие из детей они впервые видят абсолютно трезвого человека то есть человек который они первые в жизни видят человека который никогда не употреблял ну взрослого да который никогда не употребляет сейчас алкоголь и там другие наркотики они дома видят другую картину и поэтому когда говорю что я не употребляю совсем за они совсем не употребляйте а совсем даже в новый да 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 даже по праздникам даже день рождения и для них это шок и они во первых у них возникает эта модель поведения что оказывается так можно оказывается можно ну и не не делать так как показывают в фильме ирония судьбы или с легким паром вот и или на не голубом или голубом огоньке там каждый новый год нам показывать этих там пугачёвых да как они там с этими с ритуальными сосудами для питья алкоголя стоят и челкаются ими так это первый момент которые они да то есть они видят три пример хороший второй момент они реально с этой информации никогда нигде раньше не сталкивались то есть им не говорили что алкоголь это не пищевой продукт никогда никто потому что он где продают продукт продовольственных магазинах у детей другая картина мира что алкоголь там это пища а тут я говорю что алкоголь это не пища в фильмах то же самое сказано и для них это прорыв они просто в шоке ничего себе как то как это не пища и это дорогого стоит и у них прямо меняется взгляд и они бывают вот так вот делают жесть они смотрят кино и прям чувствуешь на лицах прямо вот написано жесть ну и бывают и слух они это проговорили не то чтобы мы там там какое-то мясо показываем мы просто показываем в кавычках жесть когда вот оказывается что то есть молодых людей открывается глаза владимир спасибо огромное очень много интересного я для себя узнала удачи вам удачи вашему общему делу я надеюсь что те школы те классы в которых вы уже побывали в которых вам еще предстоит побывать продолжат ваше дело действительно когда нибудь через несколько лет через десяток лет нам увидим трезвую россию спасибо огромное спасибо вам большое что позволили все это высказать и рассказать об этом но на сегодня у меня все увидимся ровно через неделю не пропустите вашу встречу с очень интересным человеком пока